хотелось бы несколько слов здесь о добрых делах вот очень прям вот развернуть эту тему потому что вот смотрите с одной стороны вот да надо делать добрые дела надо делать добрые дела вот смотрите добрые дела бескорыстно корыстные добрые дела к примеру да смотрите вот помощь девушкому дому оказала фирма там о торговый дом восточный рыбокомбинат знаете что у происходит в этом плане во всяком рыба восточий вот начиная с двухтысячных годов и апогей был достигнут в 2017 году о в общем-то обезвреблению нашего амура до рыба испокон веков исторические сложившиеся такая история заходила рыба столетиями заходила эта рыба может быть тысячелетиями заходила это рыба исторически сложившиеся в аму и вот какие-то там 17 лет грубо говоря потихонечку помаленечку семнадцатом году это рыба черпания достигла таких масштабов здесь вот на локальном уровне до нижнего амура николаевского района что просто рыба в речке не вошла 17 год просто был выбит из арестового графика а потом на эти деньги которые вот эту рыбу выловили мы мы на них делаем определенную благотворительность детям рыбы подогнали доступные рыбы дали возможности но населению в реализовать как реализовать но механизм понятен да берет свою торговую наценку сеть магазинов они же нет я не обязана мой будет доставлять используя свои площади там свои возможности там поэтому закидывается там определенное количество рыбы и там допустим по 40 50 рублей к примеру так планировалось бы это изначально она население реализуется скажем так мы благотворительность короче говоря там по 40 50 рублей килограмм это благотворительность но это с одной стороны да с другой стороны детскому дому можно помочь рыбой вот рыбу вот у населения забрали а вот детскому дому маленько дали покушать и хорошая благотворительность хорошее дело ну конечно хороший за это надо всех благодарить дать почетные грамоты и обозвать лучшим меценатом там я не знаю недели там или месяца с другой стороны вот этой благотворительности население не имеет возможности очень-то рыбачить не к несколько лет прямо лишено было целенаправленно население рыбачить но она до население как-то обезличено люди жители нижнего амура были лишены этой возможности даже коренные мало малочисленные народы до крайнего севера приравненные к ним здесь приравнены к ним местности они были лишены этой возможности при всем при том что как бы казалось бы вроде бы все разрешено да и при том что и рыбу развозили им развозили развозили были такие случаи зафиксировано официально что да могу да сказать что развозили знаком лично с человеком которые ту рыбу развозил принимал в этом участие да из реакции к мнс там некоторые были там недовольны и не знаю с другой стороны но ведь эти единичные недовольства не есть повод для смазывания картинки в общем-то ну да благотворительность но других то ее забрали и поймать допустим мы не дали возможности это ладно давайте не будем рыбу трогать давайте не будем трогать там как не товарищ мой из петербурга меня обозвал русофобом за то что я сделал ролик в поддержку к мнс когда пограничники их нагрузили на калужонка которого сами пограничники очень-то ну убили получается так мое мнение но не только мое я так понимаю и суда тоже потому что дело то все таки рассыпалась в пух и прях ну а пограничников не стали наказывать они ж не знали что это самое что так вот можно оживить они же у них другое дело контроль наблюдения автомат на плечо фиксация внимание фиксация действительности фильм записать там наказать там если что-то не так не досмотрели не выпустили в естественную среду обитания все умер калужонок а потом выполз я так понимаю окорачкой потом стал наверно но опять же мое мнение по крайней полный рост показали его выполз этот их теолог и вышел там вышел давать вышел а то обидится ну и все что-то промямлил короче говоря спасти тоже ему не удалось а благотворительность то в чем но благотворительность в том что пойманную киту у кмнс все-таки не отобрали это тоже хорошо хороших поступках то когда будем мы хороших поступках ну смотрите хорошие поступки вот делает отдел молодежи хорошие поступки делает отдел там я не знаю отдел отдел культуры там до хорошие дела там скажем какой-нибудь клуб районный дом культуры какой-нибудь рдк проводит там концерт спасибо им провели концерт бляха муха давайте поехали эти всем организациям платят деньги на то чтобы они проводили хорошие вещи делали чтобы не проводили там вечера там концерты чтобы они делали хорошие дела хорошие поступки всяким вот этим у социальным службам домам культуры отделом культуры отделом по делам молодежи им всем платятся щедрые достаточно средства они генерируют постоянные гранты они некоторые люди конкретно персонализированно на этих грантах живут даже взять такие отдаленные веси как николаевск на амуре хабаровского края да богом забытое место казалось бы ну для страны очень полезная при этом всем население бы еще лишнее выкинуть бы да многие чиновники так думают и все было бы хорошо даже здесь даже здесь у нас несколько людей прямо но конкретно даже вот человек один живет прямо на этих грантах прям живет и замечательно живет себя чувствует несмотря на уголовное прошлое такое нормальное но все равно так классно так все у нас здесь прямо для добрых дел прямо все условия и постоянно там вот мы делаем добрые дела вот мы день города провели вот мы там концерт сделали да это ваша работа работа конкретно вот вам платится за то чтобы вы делали эти добрые дела эти добрые дела проплачиваются из кармана государства из карманного нашего людского здесь мы свое людское даем вам чтобы вы нас веселили по сути нет что ли не так а я вот думаю что так и поэтому добрые дела конечно должны делать выстреливать как пулемет дегтярева должны стрелять добрыми делами прям направо и налево косить нас своей добротой своими добрыми поступками прямо вот радовать до беспределья нас а они радуют там очень даже по пределью ну понятно кушают себя не забывают зарплата неплохие там ладно я что считать то не буду ну почему нет начальнику там отдела до пяти-шести заместителям а чё нормально так нет нормально но не надо вот этим кидаться там почему вы не делаете вот мы делаем а вы а мы не имеем возможности делать добрые дела нам не оплачиваются они как вам это нет наша работа делать так чтобы у вас работали ванны туалеты бля это связка слова депутат у нас краевого значения позволяет себе это постоянно каждое выступление поэтому тоже мля можно мне говорить даже нужно для статусности ввести закон чтоб депутатам вообще разрешили для связки слов употреблять нецензурные всякие междометия мля-бля хотелки же до использовать слово коврелки там всякие какие там добрые поступки провести асфальт асфальт тряпкой помыть мокрые я не знаю пойти нанять бригаду чтобы асфальт около дома заложили ну снег откопать от своего подъезда мы сделаем ну конечно откопаем откопаем кто привык в советском союзе это дело тот и делает кто не привык тот не делает много тех кто делали уже в живых нету но откопаем но доброе дело доброе дело табличку вывешивать будем что сделали доброе дело но пожелание там я не знаю крышу крыша допустим сыпется там вся шифер падает взяли такие переделали до оценка оцинковкой покрыли до всего-то взяли собрали жители там верхних этажей там скинулись там по миллиону подумаешь там да доброе дело сделали можем вот такое доброе дело сделать до едва ли ну а допустим те кто управляет домами управляющей компании они очень-то могут опять же включив мозг задействовал ну и механизмы разнообразные включая экономически а как вы хотите просто вот сесть вот так вот на развалинах и что-то появится до нихера не появится деньги государева надежно поделены между теми кто делает добрые дела и нам эти дела тычут в лицо постоянно вот мы делаем делаем а вы делаете да вам положено заплачено за то чтобы делать заплачено нами так делайте бляха-муха цуки цуки делайте и утритесь там и не заставляйте вам повторять это все делай добро бросай его воду уже не за горами уже рядышком рядышком совсем уже подходит большая страновая ревизия разных администраций областных районных краевых местечковых в том числе местечковых районных и все собственно станет на свои места так что в общем то спешите спешите управители наши дорогие совершать добрые дела настоящие добрые дела они их эмуляцию в качестве там рисунков в телеграм-канале какие мы молодцы как мы хорошо работаем за деньги которые вы нам заплатили мы молодцы похвалите нам еще и мы хотели бы еще столько же денег чтобы помогать вам продолжать делать какие добрые поступки добрые дела так вот мы люди да которые не наделены не наделены такой возможностью получать зарплату за то чтобы делать добрые дела каждый день мы не можем делать добрые дела каждый день мы вынуждены в общем-то обслуживать интересы бытовые в основном да как бы тех кто кому заплачено за добрые дела скажем так мы получаем зарплату за то чтобы обслуживать интересы тех кто получает зарплату за то, чтобы делает добрые дела. Для нас ну как бы так, можно это как бы подвести, если бы тут у нас собственно была такая там производственная сфера, но бытовая сфера у нас допустим так вот в отдаленных поселениях так и построено что кто-то работает на ТЭЦ, кто-то работает в водоканале, кто-то работает там, я не знаю, в хозяйстве там жизнеобеспечения жилмассивов управляющей компанией, да и вот так у нас все это крутится, кто-то в банке там, помогает население облапошивать, кто-то еще где-то, и все все вот так вот по кругу задействованы вот в этом вот механизме, да, управления которое называется как бы человеческое сообщество людей, там бытовые какие-то вещи обслуживаются, тут детей надо всадить, тут нужны воспитатели здесь вот хлебца надо спечь не все же с Хабаровска возить хлеб пекем, да, тут колбаски надо довезти через Амур с Хабаровска, а тут как довезти, тут нужно лодку замоторить чтобы перевезти на тот берег летом да, или машину завезти, чтобы зимой дорогу прочистить опять же вот, тендеры там разыгрываются на все эти работы по 44-му ФСЗ и прочее работается, короче, все, работа работает, рыба ловится, лес пилится, золото копается вот, девчонки рожают правда, еще больше умирают но ничего, это все процессы добрые дела каждый день человек делать не может потому что он должен работать на других сферах задействуя себя, вот, а те, кто добрые дела делает молодец, что он делает когда ему, да, когда его работа допустим, начальник молодежного руководителя молодежного отдела, там, отдела по молодежной политике или там руководитель, там, районного дома культуры или руководитель отдела культуры там, заместитель, там, главы, там, района там, по каким-то таким вопросам тоже по социальным, да вы обязаны их делать если вы их делать не будете зачем вы тогда нужны и кричать об этом на каждом углу не надо я посвятил вот этому 15 минут, по сути, вот этого текста вот этого видео, которое на обложку здесь снято, чтобы вот эти мысли донести чтобы сказать именно вот эти вещи каждый должен выполнять дело за которое взялся, в первую очередь это дело выполнять а потом уже все остальное и не ждать там за это дело похвал а делать его от души каждый должен своим делом сам заниматься летчик должен летать пусть Киркоров поет а с вами я, Роман Зайцев живу на ДВ если вы не подписаны на мой канал на мой скромный канал ну, рекомендую нажать подписаться конечно же, хотя это нужно было сделать в самом начале видео перед вами ну, видео, небольшой видеообзор такой, даже не сказать видеообзор а просто город Хабаровск из окна троллейбуса в общем-то, не лучший ракурс скажем так, не лучший обзор но, тем не менее динамическая картинка более так, я думаю способствует продвигаться по вектору распознавания фактора среды чем картинка неподвижная собственно, можно послушать можно посмотреть а можно еще и написать комментарий Роман Зайцев живу на ДВ ничего лишнего просто живу и вам желаю друзья, живите! Роман Зайцев